В эфире новости в студии Ольга Ельфимова. Здравствуйте. О главном к этому часу. Сегодня утром на трассе на Юрьевпольске водитель легковушки столкнулся с большегрузом. ДТП произошло между селами Федоровска и Звенцова. Пострадали два человека. По предварительной информации, 69-летний водитель Hyundai Accent, выполняя поворот, не справился с управлением и выехал навстречу. Там он столкнулся с полуприцепом марки Scania. От удара обе машины оказались в кювете. В результате аварии пострадали водитель легковушки и его пассажир. Оба госпитализированы. И к другим темам. Во Владимирской области на реализацию проекта «Чистая вода» направят свыше 700 миллионов рублей. Большую часть суммы составят именно федеральные средства. В регионе модернизируют системы водоснабжения на семи объектах. Три из них в Меленковском районе. Также в планах строительства водопровода в Муроме реконструкция центрального водозабора в Петушках. Модернизация объектов водоснабжения в поселке Ставрово Собинского района и в Муромском районе. Качественной питьевой водой обеспечит больше 40 тысяч жителей области. За три года благодаря федеральному проекту в регионе модернизировали уже 16 объектов. Российской прокуратуре исполнился 301 год. Торжество по этому поводу прошло сегодня в региональном ведомстве. Поздравить сработающих профессионалов и ветеранов прокуратуры приехал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. И взаимодействие органов исполнительной власти нашего региона с органами прокуратуры в решении актуальных вопросов, это было наглядно показано в фильме, прежде всего в сфере обеспечения прав и свобод граждан носит конструктивный характер. Действительно за этот год мы продвинулись в решении ряда сложных, затянутых по времени вопросов. Надеюсь, такая же динамика сохранится и в 2023 году. Речь идет о решенной проблеме с закупками льготных лекарств. Долгожданная помощь пришла обманутым дочекам сразу в нескольких районах области. Сироты региона получили обещанным квартиры, ведь обязанность сотрудников прокуратуры защищать права и интересы жителей. Обеспечена законность при проведении в регионной частичной мобилизации. С учетом поручения генерального прокурора Российской Федерации налажен непрерывный надзор за работой предприятий оборудованно-промышленного комплекса. Многократно активизированный прямой диалог с гражданами и бизнес-сообществом. Проведенные тематические приемы и встречи позволили выявить и решить множество проблемных вопросов. Каждое пятое обращение удовлетворено и приняты меры прокурорского реагирования. Приют для бездомных животных Валента оспаривает решение суда о своем закрытии. Общественная организация направила заявление об отмене заочного решения. Напомним, осенью прошлого года жительница соседнего от Валенты дома обратилась с иском. Она пожаловалась на постоянный лай. По мнению женщины, здание приюта использовалось не по назначению. Суд удовлетворил иск и вынес решение закрыть Валенту. В случае, если приговор будет о споре, на рассмотрение дело продолжится. Жители поселка Вяткино Судогодского района жалуются на проблемы с автобусами. Ситуация обострилась после новогодних праздников. Часть рейсов отменили. В начале рабочей недели людям приходилось часами ждать транспорта на морозе или добираться до города на такси. По цене от 350 до 500 рублей. Подробнее в материале моих коллег. Автобусов вообще нет. Если раньше даже автобуса нет, то писали объявление. Там новогодний праздник. Таких рейсов не будет. Сейчас вообще ничего нет. Не могут добраться на учебу и на работу. Жители Вяткино возмущены ситуацией с общественным транспортом. Автобусы в поселок ходят нерегулярно. Утром и вечером рейсов может не быть вообще. При этом об отмене людей никто не предупреждает. 10 и 11 января в поселок не пришли сразу два утренних автобуса. Жители на остановке мерзли зря. Когда было минус 25 градусов, шли пешком на проходящий автобус на гору, ловили попутки. Кто на такси уезжал, кто просто развернулся, пошел домой. Такси в праздничные дни 450-500 рублей, 350 рублей в будни. Автобусы утром приходят маленькие. Люди битком просто залезают туда, просто запихиваются, можно сказать. Почти на коленях у водителя сидят. Нередко отменяют и вечерние рейсы, говорят жители. Тогда люди не могут вовремя приехать за ребенком в школу или детский сад. Особенно сложно пожилым. Чтобы уехать во Владимиром, приходится около получаса. Идти на трассу, в гору и ловить проходящие автобусы или попутки. Любовь Кудряшова каждый день ездит в город на машине. И всегда старается подвезти соседей, потому что знает, дорога небезопасна. Так как люди идут по обочине, обочины в данное время не всегда расчищены, так как были обильные снегопады в новогодние праздники. И люди прям плакали, потому что есть и медицинский персонал, который ездит в загородную больницу. И пожилые люди, которые едут в аптеку, либо по каким-то своим делам. И получается, ты набиваешь полную машину, чтобы как-то хотя бы людям помочь. Жители Вяткина рассказали, проблемы с автобусами возникли из-за перевозчика компании «Трософт». По словам жителей, у предприятия не хватает машины водителей, а на обращение людей там не реагируют. Диспетчеру не дозвонишь, как водитель. Говорят, звоните диспетчеру. Диспетчерскую трубку никто не берет. В администрации сельского поселения нам подтвердили у перевозчика проблемы с автобусами из-за отсутствия запчастей. Но дозвониться до транспортной компании чиновники тоже не могут. Не идут на контакт, ни нам не сообщают, что, например, техника сломалась, попала в аварию. И мы не в курсе, что, например, и люди не в курсе. То есть мы объявления не можем повесить, что, например, такого трейса не будет. Заместитель директора пытается выйти на контакт на созвоне. То есть, ну, трубки не берет, то есть связаться с ним невозможно. Связаться с транспортной компанией не удалось и нам. Как будут решать проблемы с автобусными перевозками в Вяткино, мы спросили в Министерстве транспорта региона. Но оперативно ответить чиновники не смогли. Губерния-33 направила официальный запрос министерства дать ответ. Его представители должны в течение семи дней. Ольга Ильфимова, Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. Автовладельцы Владимирской области могут бесплатно перевезти свою машину на природный газ. Об этом сегодня сообщили в правительстве региона. Такая практика используется впервые, благодаря совместной работе области и компании «Газпром». Бюджетные деньги полностью покроют водителям затраты на установку газовых баллонов. Напомним, стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль. При этом расход топлива равен расходу бензина. Владимире помочь автовладельцам готовы в пяти пунктах переоборудования. Их адреса опубликованы на сайте «Газпрома». Очередной груз от земляков на фронт. Из Владимирской области вновь уехали машины с помощью для мобилизованных. Груз собран силами предпринимателей и волонтеров. Помогли активисты регионального движения «Мы вместе». Свой вклад внесли студенты областных колледжей. Они своими руками собрали печи для солдат в зоне СВО. Всего в машинах 22 печки, газовые горелки с баллонами, инструменты и зимняя одежда. У областного госархива может появиться новое здание. Эту тему глава региона обсудил с руководителем Федерального архивного агентства. Сейчас для хранения не хватает места, а нужно создать современные условия. Ведь некоторые документы являются уникальными и представляют особую историческую ценность. Подробности смотрите прямо сейчас. Более полутора миллионов. Именно столько документов сегодня хранится во Владимирском областном архиве. Самые ранние датируются XVI веком. Среди документов есть и уникальные. Их около 80 экземпляров. Каждый обладает особой исторической и культурной значимостью. На каждый уникальный документ нам представляется экспертное заключение специалиста, который обследовал эти документы и дает соответствующее заключение по его уникальности. Каждый документ это единичный для Владимирской области. Он относится к какой-то конкретной личности выдающейся. Областной госархив располагается в четырех зданиях. На улице Урицкого, Батури, на втором Почаевском проезде и Октябрьском проспекте. Но даже этих помещений не хватает. Глава региона подчеркнул, что госархиву необходимо новое место, которое имело бы современную аппаратуру и позволило сохранить даже самые древние экземпляры. Хранилище, которое позволило бы более бережно, более в нужном климате хранить и иметь цифровые копии, а также, допустим, читальный зал или зал, где можно изучать эти документы для всех желающих, это то, что сейчас, как говорят, в тренде, не в тренде, это то, что необходимо, чтобы это было. Сейчас, к сожалению, те здания, в которых расположены архивы хранилища, этому не соответствуют. Каждый год фонды госархива пополняются. Около 7 тысяч документов поступают на постоянное хранение. Новое здание поможет решить проблему с нехваткой места. Предполагается, что административный корпус будет высотой в 4 этажа, а основной в 10. Также в архиве будет создан большой читальный зал, компьютерная и копировальная зоны. Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов уверен, сейчас, как никогда, важно знать свою историю. Мы все-таки с вами традиционное общество, но при этом традиционном обществе мы не отказываемся ни одной части нашего прошлого. Будь то это имперское прошлое, доимперское прошлое или советское прошлое. А раз это так, раз это так, значит, мы должны знать правду о прошлом. Проектно-сметная документация на объект уже прошла государственную экспертизу, но точные сроки начала строительства нового здания госархива пока не называются. Областные власти надеются на поддержку из федерального бюджета. Татьяна Гордева, Мария Гончарова и Евгений Адамов. Ковров посетил сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника приехала из Великого Устяга и остановилась на железнодорожном вокзале накануне вечером. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, сказочная деревня для игр и квестов, а также ресторан и сувенирная лавка. Во главе поезда паровоз, украшенный гирляндами и сотен фонариков. Для юных гостей их родители, артисты и аниматоры провели конкурсы, которые помогли всем погрузиться в сказочную атмосферу зимней сказки. О центре Владимира в эту субботу перекроют движение транспорта от Студеной горы до площади Фрунзе. Там пройдет традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Завтра движение всех видов транспорта будет ограничено с 11.30 утра до 2 часов дня. Автовладельцам предлагают стандартные пути объезда по улицам Сдержинского, Уначарского, Устинолабе, Гагарина и Лыбецкой магистрали. Напомним, забег Дедов Морозов и Снегурочек во Владимире проводится в 12-й раз. Стартуют бегуны в красных шубах 12 часов дня. Забег пройдет от Театральной до Соборной площади. Дистанция составит всего 600 метров. В этом году мы, конечно же, наградим самых быстрых Дедов Морозов и Снегурочек. Первый, вторый, третье места. Также победители забега определятся в следующих номинациях. Самый юный Дед Мороз, самая юная Снегурочка, самый опытный Дед Мороз, самая опытная Снегурочка, самая спортивная семья, самый нарядный Дед Мороз и самая нарядная Снегурочка. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте и в социальных сетях. А если вы хотите поделиться интересной темой и стать героем нашего материала, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Не пропустите наш вечерний итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.